Всем привет! Мы в прямом эфире с Дарьей Коротковой. Вы же сразу все начинают причесываться при слове прямой эфир. Чем мы тут занимаемся? Немецким. А что у тебя там написано? Jetzt lernen. Смотри, я могу прочитать. Четыре недели где-то назад, может быть, с небольшим. Я, зная, что Даша знает немецкий, это ее вторая специальность, как я понимаю, да, и она была на практике в Германии. В общем, зная что-то про нее, я решила, как всегда, я люблю замучить человека и сказать, давай-ка ты будешь проверять мой немецкий. Ну, слава богу, я не просила учить себя. Я учусь сама. Как я учусь? Ну, смотрите, конечно, эта история, в общем, долгая, потому что меня переучивала английскому в прямых эфирах Анна Кантер. И у нас по следам моего переучивания есть 55 уроков, где весь английский, ну, там все оксфордские и кембриджские учебники вместе взятые, да, то, что Анна Кантер 40 лет разрабатывала свой метод. И вот теперь очень многие люди могут по нашим урокам научиться просто взять и пройти, мы прям так и называем, путь Аллы в английский. Взять и пройти этот путь 55 уроков. Так делаем не только мы и не только с английским языком. Так делают и другие люди. Я нашла одного такого человека в интернете, зовут его Александр Бебрис. У него такой курс, который называется «Английский по плейлистам с нуля до автоматизма». Меня очень заинтриговало, можно ли на самом деле научиться без учителя исключительно по, ну, в интернете, да, как сейчас принято говорить, как ты учился? Ну, в Ютьюбе через видео. Вот я ставлю такой эксперимент. Можно ли заговорить на немецком, ну, так, чтобы тебя хоть кто-то что-то понимал, просто когда ты учишься самостоятельно. Причем важно, важно делать это без напряга, без специально выделенного графика, не имея никакой мотивации. Ну, у меня, конечно, мотивация скрыта есть, потому что я хочу весь немецкий, как весь английский у Анны Кантер изложен криокод на одном листе Ватмана. Я хочу также все ключевые правила выделить и разместить их на одном листе, так, чтобы еще быстрее, еще ускорить понимание, как язык устроен. Вот мой, как бы, шкурный интерес, он лежит за пределами самого языка. Он лежит, в общем, там где-то в методике, да, образования. Потому что я ищу просто, как себя научить через себя, как научить других. Быстро и хорошо. Вот я просто сделала это предисловие, потому что нас, Даша, с тобой нет ни одного прямого эфира, где бы было от начала до конца, объяснено вообще, о чем мы здесь делаем. Что мы делаем, да, такого интересного. Люди приходят, они слышат, что мы что-то по-немецки, там, Даша мне спрашивает, я это произношу, но они не понимают, что было до этого, что я делала до этого, для чего я это делаю и прочее. Вот это немецкий не последняя моя инстанция, it's not my final destination. Как сказали бы англичане, я собираюсь все европейские языки систематизировать в своей голове, ну, как бы заново, да, каждый человек это делает заново. И путь, вот, который я уже вижу, он, кстати, не новый, да, не новый подход к обучению. Что я вижу? Я вижу, что я как ребенок, вот, который слышит какие-то отдельные слова, фразы, ну, как взрослый, слышит какие-то объяснения, но тем не менее, честно вам скажу, вот, грамматика, она как-то складывается в мозге, то есть даже не так, мозг складывает грамматику, как мне кажется, сам по себе, вот без моего ведома. То есть я не знаю, как это происходит, за этим невозможно проследить, потому что как он улавливает, в том числе, там, исключения, да, вот, как-то вдруг ты понимаешь, вот, чуть-чуть туда, чуть-чуть не туда, это чуть-чуть, в общем-то, то, что искусственный интеллект не может, а мы можем, да, наш мозг может. Но вот есть такой подход, ну, подход погружения, скажем прямо, да, но не погружение просто в иностранный язык, потому что я считаю, это бесполезно, по крайней мере, у меня так никогда не получалось, и даже какой-то вред из этого вышел, потому что когда ты много всего, знаешь, наизусть на тебя валится, ты не понимаешь, как это построено, ты вряд ли по аналогии построишь, да, что-то, что-то новое сделаешь и старое. Но когда вот сейчас смысл довести немецкий до автоматизма через эти плейлисты Саши Бербиса, это непрерывно их слушать фоном, в том числе. И вот я понимаю, что абсолютно подсознательно, я уловив первые правила, теперь, когда слушаю фоном, это в какой-то степени воспроизводит вот речи окружающих для ребенка, то есть он почти нигде не понимает, но что-то понимает, и потом вот эта картинка, эти пазлы как-то складываются, складываются, за этим процессом очень-очень интересно наблюдать, я надеюсь, что Даш, тебе тоже интересно наблюдать. Ну да, мне правда интересно, это эксперимент, потому что я училась и как бы преподаю по такой классической системе, да, с огромными таблицами, там, правилами и так далее. Поэтому для меня это чистый эксперимент, мне очень интересно наблюдать, куда мы придем, собственно. Да, сможем ли мы наконец-то поговорить? Ну, даже сейчас, смотри, я могу вот имитировать фактически полностью, ну, там, сейчас мы проверим, да, после этого я тебе покажу, как я могу имитировать интервью, то есть я буду спрашивать, но ты, никто не будет понимать, что я не понимаю, что ты отвечаешь, и я буду спрашивать дальше. Кстати, я потом объясню, где я это вообще впервые увидела, такой прием, ну, и, конечно, это, кто знает эксперименты Тьюринга, да, о том, как отличить человека от искусственного интеллекта, это как раз вот тот эксперимент и есть, мы его, кстати, китайский эксперимент, он называется, мы его, может быть, сегодня или в следующих эфирах проведем, да? Да. Ну, давай, что у нас там тема, вопросительные слова? Да, у нас сегодня вопросительные слова, да, так, значит, до этого мы уже большой пул материала прошли, да, сегодня берем вопросительные. Ну, и, собственно, я буду спрашивать, а вы, как знаете, переводите, а где ты работаешь? О, арбайт из ду. Да, good. А где учишься ты? О, что действует? Окей. Где ты живешь? Два способа знаю. Во вонст ду или во лепст ду. Да, совершенно верно. Мы как-то это уже различие разбирали в предыдущих эфирах. Проговаривали. Проживать или жить, да. Да, да, да. Так, отлично. Поехали дальше. Есть ли у вас вопрос? У вас уважительная форма? То есть вы... Здесь в немецком надо всё время оговариваться. Hast du eine Frage? Ага, только это будет у тебя. Ну, то есть если у тебя... Да, подожди, да. Haben Sie eine Frage? Да, совершенно верно. Да, genau, genau. А если у вас... Да, подчеркну, опять же, уважительная форма, время? Haben Sie Zeit? А если у вас проблема? Это всё мы уважительную вы, да? Да, пока что да, уважительная форма. Haben Sie problem? Haben Sie eine problem? Ein Problem. Ein Problem. А теперь у тебя. Habst du ein Problem? Ага, hast du ein Problem? Да, у нас есть знаменитая песня у Рамштайн. Du hast, du hast. И оно как-то так вот на слух ложится. А вы работаете здесь? Вы, опять же, уважительная форма? Sie... Нет, у тебя вопрос, да? У нас вопрос, вопрос, да. Sie... Нет, Arbeit in Sie here. Ага, да, уже так перестройка произошла на немецкий, чтобы невозможно построить вопрос не с глагола. Видите вы мужчину? Какого-то абстрактного мужчину. Sie, Sie, einen Mann. Ага. Окей, окей. Sehr, sehr, sehr gut. Что видишь ты сейчас? Ты, да? Was this... Допустим, к другу обращаемся. Jetzt. Was this do jetzt? Я. Я, можно сказать, да. Я, 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 я. Good. Что ты делаешь? Ты. Was machst du? Ага. Тогда мы такой подготовим ответ. Да, что ты делаешь? Я работаю. Ага, окей. А что ты понимаешь? Was verstehst du? Ага, я понимаю немецкий. Ich verstehe Deutsch. Ага, супер. Немного откатимся назад и пробежимся по повторению, да, что было на... А ты не хочешь... Почему, когда, как, куда? Да. А то мы как-то на общем вопросе застряли на... Я, я, nein. Да, я просто почему-то решила, что это ещё не пройдено, но можем потренироваться. Дело в том, что я прошла 40 уроков, и все местоимения, да, все спряжения по лицам и числам, вот. Вот, дальше, ну, это я уже определю, ну, как бы я могу определить, да, поскольку я всякими языками занимаюсь, ну, в первую очередь из русского, понятно. Да, да, и сейчас там введена уже новая лексика, ну, например, как свободно говорить там на каком-то языке или там изучать иностранные языки, и я уже там, там как бы просто вводится новая лексика. Но то, что было вот действительно новое, и он долго на этом топтался, Александр Бебрис, уроки которого я смотрю в Ютьюбе, это вот эти вопросительные слова, специальные вопросы, да, когда перед вопросом ставится что, где, когда, кто, почему. Там некоторых не было вопросительных слов, например, кто, вот не было, да, ну, ещё, может быть, и откуда, вот те, которые, вероятно, требуют ещё чего-то дополнительного, наверное, как в английском. У меня есть догадка такая. Вот, но почему, куда, когда, как, что. Вот это было уже. А, супер, тогда пробежимся сейчас. Почему ты учишь немецкий? Это тоже вопрос. Учишь, это ты учишь. Warum lässt du englisch? Ага, окей. Так, хорошо. Куда ты едешь? Вин гейнст du? Ага, супер. Как ты говоришь по-немецки? Wer spricht, sprichst du deutsch? Ага, супер. Что вы, да, уважительная форма, что вы покупаете? Was kaufen sie. Ага, was kaufen sie. Так, хорошо. И так-так-так-так-так-так, сейчас, чтобы такого ещё интересного взять. Ну, там вот, помогать, поскольку там всё разное, да, и помогаешь мне, помогаешь нам, помогаешь тебе, так, короче, вот это вот можно, да, с разными там, почему ты помогаешь мне, значит, а как, зачем будет? А, ну, то есть, как бы тоже, warum? Warum? Ещё есть вафио, да, но пока что ещё не будем пока брать, будем брать то, что знакомо, чтобы не забивать голову. Ну, то есть, для чего, да, вафио? Так, хорошо. Почему, I'm sorry, почему ты помогаешь мне? Возьмём вот это. Warum hilft du mir? Ага. Так. Сейчас, что-нибудь хочу накрутить ещё серьёзно, что-нибудь такого посложнее. Ну, позади риски я хочу придумать, ну, давай, я только знаю. Ага. Вот, с ум, ты у меня ничего не спрашивал, с хойте, с вертлих, там, вот что-то такое заверни, там, зачем, почему ты действительно, нет, почему они действительно, там, тебе помогают, ну, что-нибудь такое. Ага, да, пока что можно попробовать без вопроса, спросим, если у тебя много времени, ответ будет, у меня есть немного времени, свободного. Хорошо. Hast du fillet, fillet, свободного времени или просто времени, просто? Просто времени. Feel Zeit. Ага, ответ, у меня немного свободного времени теперь. Ich habe wenig freizand. Ага, хорошо. А зарабатываешь ты хорошие деньги? Verdienst du gutes Geld? Ага, да, я зарабатываю достаточно. Я? Ich verdiene. Verdiene? Verdiene, а? Ich verdiene. А вот достаточно, я не помню, что такое, как enough money. Я забыла. Это было мне. А, окей, все, хорошо. Ну, я могу сказать, я могу сказать много, да, viel Geld. Тоже, тоже хорошо. И verdiene, viel Geld. Почему ты, ну, ой, ты уже много, почему вы учите немецкий так много? Почему вы учите немецкий так много? Да. Так, хорошо. Я... А, ладно, так не буду накручивать. Ну, накручивай и посмотрим, что там можно разобрать. Ты же видишь, что я спотыкаюсь только там, где я слов еще не видела. Ну, как самих. Ну, а те, которые я видела... Ага, так, почему ты учишься? А, ты не спрашивай, а вот видеть неправильный глагол, да, там, может быть, всякие кухни чудеса. Да. Так, хорошо. Почему? Так, 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 наверное, сведеть. Видишь ли ты его? Ну, вот, видишь ли, я не знаю, как, просто у меня будет видишь ты его. Ну, опустим ли, просто видишь его, да, ли опустим. Зист, ду, и его тоже не было, я могу сказать тебе, дих или мих, а вот его я не могу сказать. Ага, окей. А как его будет? Им. Им. Не встречала еще. Ага. Там притяжательные были только дих, мих. А, так, хорошо. И вот, и если вот и мне, и мне помогать, где мне, да, Мия. Ага. Так, видишь ли ты, да, я вижу, ну, возьмем просто, я вижу его сегодня. Вот ты опять хочешь его? О, ну, хорошо, их зия им хоть. Ой, его. Я уже сделала, их зия им хоть. Тебя, можно тебя. Ну, я уже сказала. Хорошо. Чтобы, да, не накручивать, вот, нас, чтобы впереди не бежать и не пытаться. Кстати, вот, кстати, вот, кстати, о последовательности, да, вот о последовательности, да, просто как бы скажем. Смотрите, некоторые люди, они делают так. Ну, я к ним не отношусь сейчас, а раньше я именно к ним и относилась. Я беру и скачу туда-сюда, с одного рука на другой. Тут недопоняла, там чуть-чуть недопоняла, тут поняла слишком хорошо. И начинается вот этот перекос, например, что тебе нравится, ты начинаешь это употреблять, а что ты забыл, ты это игноришь. И как бы никогда это не выучишь. Потом вот эта последовательность, понимаете, что если ты, это как в математике, не усвоил предыдущее, не можешь сделать следующее, не знаешь, как складывать, не понимаешь принцип умножения и так далее. И вот это от простого к сложному, понимаете, несмотря на всю очевидность и примитивность этого, что как одно за другим слова присоединяются, ты, допустим, знаешь и можешь пока анализировать ограниченное количество форм. И вот это, с одной стороны, ограничение, с другой стороны, вот то, что в английском называется consistency, да, вот то, что постоянство, постоянство, причем постоянство, оно вот не идиотское и не, знаете, вот это стремление к перфекционизму. То есть когда человек так вот сегодня, восток, это там в 10 утра, я обязательно 15 минут занимаюсь и тоже все, считай, пропало. Потому что ты точно там, я понимаю, что все, абсолютно все выполняют данные для себя обещания, но не очень часто. Но как тогда вопрос? Как, как, я для себя спрашиваю. Когда ты хочешь, то есть в день или раз в два дня, в любое время, когда тебе просто вот ты вспомнил, ой, что-то там вот недопонял в этом предыдущем уроке, ставишь его еще раз. Не только вот за этой интуицией, но, по крайней мере, понимаешь, любое насилие для головы, да, это очень-очень печальная история. Она отторгает, она забывает. И я самым большим перерывом был 4 дня. Я чем-то была очень занята, а выпускной в школе там, ну и прочее. Вот, и я как-то выпала, и потом у меня там было что-то очень много с английского, я переводила какой-то кусок там из художественной литературы. В общем, я как-то уплыла, и вообще забыла, что немецкий даже есть в моей жизни сейчас. Вот, это максимально, когда, ну, я очень-очень легко возвращаюсь. Почему? Во-первых, если вы усвоили там хотя бы 5 первых уроков, то это становится легко. Это первое. Второе, то есть это уже как развлечение. Ну, вот я сейчас делаю с тобой, это как конструктор. Ну, понятно, что я что-то вспоминаю, но нет, я не вспоминаю напряжно. Я очень слежу внимательно за тем, чтобы окончание правильное ставить. Все же ты не можешь этого, нет, автоматизм должен помнить, если ду, там, есть, там, помнить. Но их всего три. И всего три. И когда понимаешь, их всего три вообще изменения, всего три, да, а что там? Там, вы вежливо, они и она, одинаково будет, да? Все одинаково, глагол изменяется. Только когда ду разница, и когда он, она разница, и все, там больше нет ничего. Но, понимаете, вот как классические идут и говорят, вот вам таблица, и вот так заучите. И вот говорят все то же самое, что я сейчас говорю, да, нет, уже нет ничего, да, там, окончание все. А человек не может это усвоить, не может, потому что он должен сначала сто раз «ду» сказать, потом сто раз там с, вот, контрольный у этого Саши, потом сто раз только вот там с «она», да? А потом вот как бы такое уже как на уровне озарения, ой, а так классно, что уже и они, и вы, это то же самое, что как была она, да? Вот это, вот такими какими-то, как бы мозг это регулирует сам, он, ну, я не знаю, по крайней мере, моя голова абсолютно не может посмотреть в таблицу и устно что-то говорить сразу. Потому что, ну, вот это же большинство людей тогда, они вроде бы все выучили, но переход к практике не происходит, а здесь ты идешь только от практики. Более того, когда ты точно знаешь, что, допустим, там, что это предложение, там, у меня есть свободное время или там, у меня много там денег, да, что это точно соответствует вот тому, что ты об этом думаешь по-русски, вот и так думаешь по-русски, то это очень сильно облегчает жизнь, потому что, ну, как бы ты не можешь ошибиться, а это самая главная вещь, потому что я вижу по тем, кто сейчас вот там вынужден, да, в Германии, Швейцарии, немецкие учить, их там курсы, им там срочно сделать проще, их шатает, а как только предложение, они хотят его сформулировать, начинается вот это круговорот, этот вечный, этот hamster wheel, ошибаюсь я или правильно говорю, так это или не так, и вот это конец языку, вот я вам скажу, как только, вот только если у вас есть одна мысль, это так или не так, уверяю вас, вы ничего не знаете, а если вы не знаете вот этого ничего, да, это как это, Валисия, это как ты могла увидеть ничего, как ей белый король говорит, какая-то, говорит, глазастая увидела ничего, а я вот не вижу. И вот вы не можете перейти к аналогии, то есть, понимаете, если вы не понимаете, что почему ты говоришь, там, ну, это исключение, но все равно там, допустим, там, du sprichst, да, Deutsch, и что есть исключения, которые также похожи, вот там, hilfst, да, допустим, да, и тогда, и у вас это как бы устраивается такой ряд в голове, что вот это так устроено, да, вот это похоже на это, это вот такой путь к аналогиям, да, как он прокладывается, или, допустим, вы там, ну, встречаете там все время, что, вот, вы знаете, что учить это lernen, да, и вот у вас, что вы lernen, что они lernen, что она lernen, и вот у вас голова, а потом вам встречается другой глагол, он правильный, и вы тоже понимаете, что он, что там, фердинен, да, фердинен, значит, и начинаете, и опять, и вы, и фердинен, и она фердинен, и если вы только вот это поймете, вот как бы ядро, оно лежит здесь, что вы осознанно, ну, все-таки вы же взрослые, да, как дети, ну, можно миллион повторений, да, или там слушать, но это все тоже, для взрослого человека это как-то почему-то не работает, да, вот это погружение в среду, люди живут по 30, по 100 лет они живут, и если, и они все слышат, и как бы не слышат, ну, вот это примерно так, как, смотрите, идет гул на своем языке внутри, ну, либо вечный вот этот удушающий человека диалог, почему они могут, а я не могу, тоже путь в никуда, о сравнении с другими, все могут по-разному, могут все, и вы тоже можете, но только по-разному, только может это не ваш просто путь, да, или, ой, я опять не услышал, или, ой, я не знаю, как опять ответить, если такой внутренний диалог в голове, у вас просто нет энергии, пространства, чтобы соорудить это несчастное предложение из трех слов, вот я тут научила, это смешно, что вот я сейчас тех, кто попал в среду случайно, да, не знаю немецкого, могу научить вот просто элементарно, как что-то попросить, да, вот как там сказать, я иду туда, я там пришла туда, не знаю, но я знаю точно, что я не выдумываю это, да, не ошибаюсь, не прочитала это в учебке, услышала это уже 100-200 раз, и сама это соорудила, и вижу, что это совпадает, я простые диалоги включила там, ну, вот элементарно, вот всеми же примерно словами, ну, что-то я не понимаю, когда человек начинает не понимать, вот когда вот этот переход от совсем там нулевого, да, там владения там, по градации там А1, да, там начинается, и вот когда, когда начинает не понимать, когда очень много, когда очень много сбилось, этот интернет меня сбил с мысли, что-то я хотела умное сказать, но уже я не сказала, и значит, ради бога, я потом, а, когда больше пяти слов предложений, вот что я хотела сказать, когда больше пяти слов предложений, то есть очень длинные становятся предложения, либо между предложениями нет как бы точек, ну, пауз, да, точки это паузы в устной речи, и тогда мозг теряется, потому что для него это как бы накатом, да, идет, к этому просто нужно привыкать, поэтому вот в английском кто ко мне пристает, научи да научи как, я говорю, это элементарно, это правило первой фразы, вот вы включаете видео, и вы эту первую фразу, ну, две-три, да, вот мусолите до тех пор, пока вам не становится сто процентов ясно, а потом вы понимаете, вот это такое правило, когда нужно до конца, да, понять вот это что-то вводное, да, этот вводный толчок, потому что потом понятно более-менее о чем, да, уже вы, если это заездили, эту фразу себе в голове, то вы уже как бы схватили манеру речи, ну, не одну, да, там, а несколько вот этих, вы уже схватили манеру речи, это что, это, как правило, интонация, да, ну, и там через, грубо говоря, минуту вообще виден весь словарный запас, который человек вообще использует, понимаете, ну, вот устная речь, она, несмотря на то, что вот существует миф, что это сложно говорить, устная речь самая простая, потому что вы не говорите трехчленными там составными предложениями, вы говорите то, что умещается в три секунды. Скажи мне, как вообще тебе вот этот мой подход весь, ты как-то с ним... Я, кстати, сейчас, пока мы тренировались, поняла, почему не давали ин, им и так далее, потому что все структуры, да, вот, которые вы встречаете, они похожи, они выстраиваются реально в одну картину, и если что-то дать сейчас, что-то принципиально отличается, все, грубо говоря, посыпется, и будет сложно. И это реально очень классно. Я понимаю, что даже, наверное, зная эти все штуки, я бы хотела переучиться, потому что я сижу и вспоминаю поставить им или ин, потому что, так, какой падеж, так, таблиц, значит, какой там верхний или нижний квадратик, и, в общем, это действительно путь никуда, и я до сих пор могу сказать, что где-то плаваю, где-то путаюсь, боже, пицца. Просто потому что это не сложилось в такое озарение, да, вот в какую-то такую суперпонятную систему, потому что, ну, в английском, понятно, там проще, это все можно опустить, а в немецком это нужно действительно только до автоматизма довести, потому что, изучая просто правила, это не раскладывается на практике. Ну, вот смотри, да, что такое автоматизм? Люди тоже неправильно понимают автоматизм. Они думают, что ты выпаливаешь, потому что ты знаешь просто наизусть, но это неправда. Автоматизм – это когда ты выпаливаешь, понимая, как это построено. И вот это, да, и когда говорят, да, автоматизм, ну что ж ты будешь как робот, да, там, как переводчик онлайн, да, там, просто выпаливать эти фразы, да, не понимая, что это. И, кстати, вот этот, ну, у нас уже сегодня мы долго говорим, в основном я говорю, как обычно, не дайте ничего сказать. Но, конечно, если я сейчас, это для меня тоже как дневник, как влог, да, как принято у молодежи говорить, потому что если я сейчас это не расскажу, вот эти свои впечатления на этом этапе, я потом забуду, как что я думала вот сейчас, да, потому что прошло 40 уроков, всего их 211 в этом плейлисте. Вот смотри, 40, да, это я там, ну, приближаюсь к четверти, да, уже там еще десяток, 10-20 уроков, и это будет уже четверть курса. И ведь каждый же понимает, что потом начнется повторение, что там сейчас будет будущее, прошлое, а словарный запас у меня уже там железобетонный в районе там 25 глаголов самых частотных употребительных, а их надо, допустим, 100 знать. Ну вот оно идет как-то, да, вот четверть, вот оно четверть уже и есть реально. И в грамматике вот только там будущее и прошедшее время. А потом только понятно, что совершенству нет предела там, чтобы... Я взяла рильки, кстати, я не знаю, где он там, я взяла рильки, да, ну и просто, ну, я такая любопытная, здесь на двух языках, здесь на двух языках, вот я открываю, и я пытаюсь, ну, прочитать вот, хоть и... Ну, не то, что даже прочитать, я хочу понять, вот хоть как-то я вижу эту структуру, вот где здесь подлежащая, я скажу, но я пока еще не вижу, ну, вот по-русски это стихотворение такое, вот что вы тут открыли, кстати, интересное. Но в ком, кроме вас, опора, когда не на кого опереться, всех одиноких осеняет деревом сна дума о вас. О, видишь, какое я это завернула. Неблохо, в немецкий, наверное, это даже непросто. Да, и что тут завернуто по-немецки, потом, в общем, потом посмотрите. Я тебе, кстати, сфоткаю, пришлю, что тут вообще по-немецки, так, наверное, ты не прочитаешь, сейчас перевернуто. Вот, и это, что я делаю, на самом деле, я приобщаюсь, да, к языку, я смотрю, я еще ничего не понимаю, но эти буквы уже не кажутся мне, они странны, мне это, я вижу, где он, она, они, я вижу, что вот это глагол, допустим, я не знаю, что он значит еще, да, но я вижу, что я распознаю по форме, что это глагол, я вижу, что существительность большой буквы, я вижу, что есть артикли и прочее, и я вам скажу, что от того, что я сейчас знаю до того, чтобы это понимать, допустим, со словарем, ты посмотрел просто значение глагола, да, это не такой уж долгий путь, просто, понимаете, что вот это там рекурсия языковая, когда одно в другом, одно в другом, и этого много, ну, это надо разбираться, это и в русском не каждый поймет, понимаете, это вообще просто уже языковая сложность, которая, ну, где-то там тяготеет к бесконечности, то есть ты не можешь, текст, который продолжает и продолжает длиться, да, и ты понимаешь, что количество комбинаций, ну, оно не бесконечно, да, которое ты можешь сложить из-за граничного набора слов, то есть добраться уже, чтобы, ну, все-все понимать, да, тем более там, ну, если это устная речь, то это текст устный, это быстрая устная речь, там нужно разделять интонационно, самому это уметь, это уже привычка, да, но изъясняться и вот сказать там, мне хотелось бы, вот как мы с тобой обсуждали, да, это мы не обсуждали вслух, это мы обсуждали за кадром, немножко там в комментариях, вот, у нас был эфир с автором учебника, от самоучителя немецкого языка, ну, и просто я говорю, ну, это очень неэлементарно, потому что там, я хочу, вот, когда я хочу еду, да, там какую-то, и вот она сказала, их мёртет, а там дальше прибавляй, там, айс или их мёртет фиш, или там, я не знаю. Да, да, мы как-то тоже касались этого, мы говорили о различии формы вежливой и просто какой-то требовательной, да, мы это пытались проговаривать. Лайк, да, я хотела бы, да, вот, там, ну, заказанную взять, да, или там, какое слово второе было, нейме, да, их нейме там, айс, да, их нейме. И вот просто осознание того, зная всего вот такие два простые слова, что вы можете полностью в магазине или в ресторане, или в кафе прибавить к этому их нейме, или их мёртет кафе, да, или там что угодно, и вы уже говорите, понимаете, вот эта сама вера в то, что вы уже говорите, зная всего 3, 5, 10 слов, вот эта вера, она, ну, как, как это впереди всех, как это по-русски звучит, я не знаю, какая-то поговорка, я по-английски только знаю. Ну, типа, нейнистрасс, ну, вот так вот что-то, вот, короче, что-то первое. Ну, поняла что-то, вот, как бы, как бы вот эта вера первая, вера впереди, там, не знаю, как это будет, там, наверное, believe as a hat, или, нет, вера, наверное, не так будет, наверное, будет face as a hat, ну, вот, что-то такое. Вот, на немецком, я не знаю, как на немецком сказать, но я думаю, что что-нибудь такое похожее будет. Ну, в общем, сейчас у нас закончится запись, спасибо большое за то, что проведаешь и участвуешь. Спасибо за то, что приглашаете участвовать в эксперименте. Да. Хорошо, увидимся на следующей неделе. Пока. Все, удачи, успехов. Пока-пока. 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 Продолжение следует...